официальные программы, и так учиться. Кстати говоря, что касается школьников, есть ли обязательное посещение музеев у вас? Потому что вот в России, в Санкт-Петербурге, просто каждый школьник с первого класса, да еще даже в детском саду, уже и то периодически организовываются экскурсии в школы, детей грузят в большой автобус, и вот они с экскурсоводом вместе едут на эти увлекательные экскурсии. И в некоторых школах это происходит пару раз в год, а в некоторых школах даже каждую неделю они обязательно посещают какой-то музей. И дети действительно с детства, с молодых ногтей, что называется, приобщаются к прекрасному. И все это происходит в такой увлекательной форме, замечательной. Я просто сама не раз ездила на экскурсии вместе со своим старшим сыном, и мне самой было так интересно, столько нового я вынесла после этих экскурсий. У вас есть что-то подобное? Да, ну как бы последние годы у нас была, у нас пройдет такая программа, но когда я училась, ну очень-очень мало, потому что в нашей стране считают искусство как бы второстепенно, и мы занимаемся экономикой или техникой больше, чем искусство. Поэтому они пропустили такой дорогоценной части в жизни. И сейчас, где я преподаю в общественном колледже, там как бы выходят взрослые студенты, которые пропустили эти программы в детстве. Они очень ценят даже учиться больше, чем обычные студенты, которые поступают в университет искусства. Поэтому я очень удивляю их дух, их усилие. У нас готова подборка фотографий, давайте мы их посмотрим, вы прокомментируете. Да, сейчас как бы идет наше современное искусство, как на Тайване развивается, да? И можно вот остановиться. А можно предыдущий, да? Да, остановиться. Кадр, если можно. Но это самый знаменитый китайский тушь, тушь мастера Чанда Чен. Он повлияет такой западный стиль, абстрактный эспрессо-днидзе. Он делает такой блеск цветов и сочетает тоже китайский такой характер. Поэтому мы считаем, что это как бы входит в западное направление. Давайте следующую. Вот. У нас фотографийский искусство на самом деле не так развивает. Только сейчас мы собираемся организовать такой музей, да? Первый музей фотографий на Тайване. Но эта фотография снимала первые тайваньские фотографии, которые входят в Магнун, такое агентство. И он снимает человека, который постоянно живет в больнице. Но эта больница хотела через религии контролировать больницу. Не такой психологической болезнью. Но все время они цепляют их. Поэтому он хотел раскрывать этот ненормальный феномен. Вот здесь. Давайте следующую работу. Эта художника зовут Си Ду Цинь. Он перформанс художник. Перформанс на Тайване еще не так распространена. Потому что там очень много концепций надо узнать. Но на самом деле он делает искусство как его жизни. Потому что он входит в это пространство, да? И каждый час он замечает час, который час. И начнет эти часы, да? И доказать свое существие. И даже он пропускает и написать причину какую-то. Это художник. Его зовут Ли Чжэн. На самом деле он делает искусство очень связанное с зен. Восточный зен. И тоже такой наивности входит в его искусство. Но на самом деле он уже постичен в арт-маркет. Потому что считает самым продажным художником именно он на Тайване. А это как бы публичное искусство. У нас в 1980-х годах делали такое законодательство. Если у нас есть публичное здание, надо создать публичное искусство для публики. Поэтому метро или на улице уличное такое искусство. А это где находится работа? Это метро. Прямо в метро? Да, метро. Ну, такое называется Тайвань. Тайваньский университет болельница. Такая станция. Эта болельница как бы лечит людей. Поэтому руки символ лечения. А это что такое интересное? Это сейчас тайваньское искусство как бы выходит в рамках медиа-арта. Но делать медиа-арта с перформансом на сцене. Поэтому это как бы наша тенденция искусства. Делали такое. А это кинорежиссер Цай Мин Лиан. Но на самом деле, я считаю, сейчас тайваньское искусство выходит уже много раздоранно. Потому что кинорежиссер тоже может выходить в рамках современного искусства. И он его пригласил в Лувр и делать фильм. Ну, как бы он снял подворь Лувра. Но делает похоже на феллини. Феллиниский такой экран. Юни, насколько я знаю, тайваньские художники в основном мужчины. Так ли это? И с чем это связано? Ну, вы знаете, у нас раньше очень традиционные постановки. Женщина должна родить ребенка и остаться дома. И как бы не работать. А сейчас, как бы с 80-х годов, вот мы делали революции. Уже не похоже на раньше. Женщина можно получить художественное образование. И тоже можно не замужем. Уже более к западу. И, я так понимаю, тайваньские женщины очень долго хотели взяться за кисть, за полотно. И вот, наконец-то, им это удалось. Но, тем не менее, получается, что женское искусство на Тайване только-только делает первые свои шаги. Правильно ли я понимаю? И какими? Еще можно постараться делать подальше. Да, потому что даже в университете преподают искусство. Мало художников, мало преподавателей, женщин. И, как бы, я преподаю историю искусства, теорию. Ну, тоже считаю это мало, да. Но у нас женщина, ну, как бы, сейчас, может быть, идет какая-то картина, да. И тоже связано с мыслью ее тела, ее опыт жизни, как бы, родить ребенка. Только у женщин есть такой опыт и право, да, как бы, да. Поэтому это считается очень необыкновенно, наверное, отличается от остального искусства. У нас не так много времени уже осталось. Хочется задать вам вопрос о том, какой вы видите перспективу развития современного искусства на Тайване. Я считаю, что тема будет все время связана с современной жизнью. И, как бы, напоминать нашей жизни еще есть какой-то возможности улучшиться. И художники хотели обратить внимание на это направление. Вы лично скоро вернетесь домой. С какими впечатлениями, с какими начинаниями вы поедете? Конечно, наилучшее. Потому что я знаю, как бы, прошло 10 лет, да. Россия, ну, большая страна и тоже крупная. Развиваются экономики, и люди тоже живут лучше, да. И поэтому эта постановка для искусства развивается, я думаю, совместно с Тайванием и продолжается. Юня, у вас есть уникальная возможность обратиться к нашим телезрителям от лица тайваньского искусства? Да. Спасибо вам большое, что были с нами. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юня Янг, искусствовед, которая приехала к нам из Тайвани. И изучает искусство России, Санкт-Петербурга, и будет развивать его у себя в стране.